Мероприятие по защите прав потребителей сегодня обсудили на координационном совещании при главе Чувашской Республики. Чтобы снизить число жалоб от жителей, основным в этом направлении должно стать повышение качества и безопасности продукции. Важно создать преграды для поступления на потребительский рынок товаров, работы и услуг ненадлежащего качества. И, конечно же, повышать грамотность населения. Еще одним фактором защиты прав потребителей является сдерживание цен на продукты. Министерство экономического развития регулярно мониторит цены в магазинах, оперативно реагирует на обращения о завышенных ценах. Хорошей практикой стало заключение соглашения между органами власти, товаропроизводителями и федеральными торговыми сетями. Тематические консультации, горячие линии и круглые столы повышают уровень знаний в этой области. Еще один способ защитить права потребителей – обязательная маркировка товаров. Сейчас действует обязательная сертификация лекарственной продукции, обуви, туалетной воды и шин. Управление Роспотребнадзора следит за соблюдением этого правила. В прошлом году 15 предпринимателей были привлечены к ответственности. С 1 мая – обязательная маркировка продукции легкой промышленности. Летом – мороженого и сыров, а зимой – скоро портящиеся молочной продукции. Конечно, для многих производителей товаров такая процедура может стать затратной. Олег Николаев призвал предусмотреть меры поддержки. Маркированный продукт позволяет потребителю быть уверенным, что данная продукция будет в соответствии с заявленным качеством. Позволит любому потребителю проверить происхождение товара. Ну а контролирующим органам надзора очень оперативно проверить в случае возникновения каких-то ситуаций, проверить откуда товар, как пришел и где какие проблемы на каком звене возникли. Наша задача, с одной стороны, использовать его максимально для того, чтобы защитить наших производителей, и сделать все для того, чтобы все дополнительные затраты, которые могут лечь на предпринимателей, особенно по тем группам товаров, которые носят, как уже мной было выше сказано, жизнеобеспечивающий характер, чтобы на них цены от этих затрат не выросли значительно.